Удовольствие от вышивки в 19 веке, кажется, получали все. Даже императрицы умели держать в руках иголку и нитку. Правда, схемы для вышивания были на вес золота. Центром их создания стал Берлин. Оттуда рисунки разлетались по всему миру. Сначала одинаковые для всех, а потом в них стали добавлять и национальный колорит. Что, как правило, было с сюжетами таких вещей? Это были сцены охоты, это могли быть сцены каких-то романтических символов, которые были представлены. Представлено, как будто купидончик в ракушке плывет, про любовь. И обязательно это могло присутствовать, досуга мужчин того времени, игра в карты. Уникальные экспонаты из частной коллекции Константина Журомского и Оксаны Григорьевы представлены в музее-заповеднике Пушкина. Здесь порядка 150 схем для вышивания. Все они относятся к первой трети 19 века. Это работа не только утонченных барышень, но и крепостных. Вот, например, «Царица ночи» – теперь часть золотого фонда русского декоративно-прикладного искусства. Огромная двухметровая спинка дивана, вышитая по этой схеме, находится в Киевском музее русского искусства. И она происходила из усадьбы Тарновских, знаменитых культурного центра на юге России, в начале 19 века, усадьбы, где бывал Гоголь. И вот как раз это был такой-то плод вышивания крепостными крестьянами. На взгляд обывателя – цветочный венок, а специалист может разгадать в нем зашифрованное послание. Каждый цветок – буква. В начале 19 века была принята, была модна и была развита культура зашифрованных посланий. И вот в цветочных таких орнаментах, это есть такое слово – акрограмма, в них зашифрованы либо имена, либо какие-то слова, пожелания. И вот в нашей коллекции есть такой модный и популярный букет, популярная тема – это имя Александр. Выставка «Схем для вышивания узоры пушкинских времен» в музее-заповеднике открылась еще в феврале и должна была работать до осени. Но в период пандемии коронавируса популярная экспозиция оказалась недоступной для посетителей, поэтому срок ее работы продлили. До конца года она у нас будет работать, она будет радовать наших посетителей. А тем более, что самое главное, что мы эту выставку организовали уже в действующей экспозиции. Она очень органично сюда вписалась, среди мебели, которая у нас есть с пушкинских времен. И здесь вот мы решили показать вот эти вот действительно просто чудесные вещи, которые в чудом сохранились. Кстати, Оксана Григорьева – одна из владельцев уникальной коллекции, на своем примере доказывает. И сейчас мастерицы могут вышивать не хуже по тем же рисункам, которые, к слову, можно найти в интернете. А значит, попробовать свои силы в вышивании по старинным схемам может любой желающий. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...